Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Семенем Перуна приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Сегодня Парменид из Илеи. Это в Южной Италии. Годы жизни 540 или 39-й по 515 до нашей эры. То есть умер в 40-м... Ой, извините. Родился в 540-м, умер в 515-м. Древний греческий философ, представитель эллийской школы. Тут Южная Италия, она называлась когда-то Великой Грецией. А то, о чем мы подразумеваем как Греция, называлась Эллада. И, кстати, некоторые считают, что это было совершенно два разных государства. И Великая Греция, и Эллада. Вполне может быть, как вариант могу допустить. И был идейно связан через Ксенофана с Анаксимандром и через пифагорейца Аминия с пифагоризмом. Кроме философии, занимался еще и законодательством. По Проклу и Ямвлиху. Снова буквы слиты. Ямвлиху, я знаю. И его ученик Зенон Элийский были членами пифагорейского союза. В древности говорили также о зависимости Эмпедокла. И даже атомистов от Парменида. Существо философской позиции Парменида заключалось в новом для того времени и оцениваемом как освобождение мышления от обмана воображения, различении мышления и чувственности, а соответственно мыслимого мира и мира чувственного познаваемого. К принципиальному противопоставлению мыслимого и чувственного бытия подходил уже Ксенофан, но сформулировал его именно Парменид. Для Парменида существуют две философии. Истины, основанной на мышлении и мнении, основанного на чувственности. В мышлении и соответствующий ему мыслимый, умопостигаемый мир есть для Парменида прежде всего единое, которое он характеризовал так же, как и бытие, вечность и неподвижность, однородность, неделимость и законченность, противопоставляя его становлению и кажущейся текучести. Для богов нет ни прошлого, ни будущего, а существует только настоящее. Такому бытию соответствует и мышление. Так что мыслить и быть есть одно и то же. То есть одно и то же по своему содержанию. Парменид дает одну из первых формулировок идей тождества, бытия и мышления. Одно и то же мысль и то, на что мысль устремляется. Такое бытие по Пармениду никогда не может быть небытием, поскольку это последнее Парменид характеризует как нечто слепое и непознаваемое. Бытие всегда, повсюду и одинаково есть, небытие же никогда и ни в чем не существует. Бытие ни в каком смысле не может и происходить из небытия или каким-нибудь образом содержать его в себе. Парменид подчеркивал здесь постоянство, устойчивость, само тождественность мыслимого предмета и значит мышление о нем. Хотя и не избегал идеи становления. Вопреки сложившемуся еще в древности мнению, это Теофраст и Неолит, по-моему, Аристотель и Аэций. Парменид вовсе не отрицал чувств мира, а только доказывал, что для его философии и научного сознания мало одной чувственности, но необходимо еще абстрактное мышление. Считая критерием истинный разум, он отвергал ощущения из-за их неточности. Плутарк же Симпликий и Симпликий прямо утверждали, что Парменид совершенно одинаково принимал свои оба принципа – мыслимое бытие и чувственное становление, и только пытался указать каждому из них свое место. Чувственный мир Парменид трактовал в духе всей ранней стихийно-материалистической древности, как смешение огня и земли, светлого и темного, теплого и холодного, тонкого и плотного, легкого и тяжелого, что и было для него конкретным воплощением принципов тождества и различия. Кто в древности говорил о физиках, тот в первую очередь вспоминал Эмпидокла и Парменида. И вообще в древности всегда рассматривали Парменида в контексте этой древнейшей натурфилософии. И даже атомизм рассматривался как разновидность элейского учения об едином, потому что атом у Левкипа и Демокрита отличался теми же самыми абсолютными качествами, но только данными своей бесконечно разнообразной индивидуальности. Когда атомы становились маленькими едиными, то есть маленькими единичностями в натурфилософии Парменида, содержится также учение о космических венцах, которое, хотя и непонятно в деталях, но в основном едва ли чем-нибудь резко отличается от такого же учения Анаксимандра. Здесь имеется учение об огненном центре вселенной на манер пифагорейцев, а также о венцах вокруг его огня, пребывающего в глубине небес. Типичной для всей ранней натурфилософии являются у Парменида такие учения, как, например, учение об огненности, об огненности души, о разумности всех животных. Это все там же, там, где об огненности души, он там и рассуждает. О зависимости познания от физического соприкосновения органов чувств с вещами и от преобладания в человеке тех или иных физических стихий. А также и вообще учение о том, что ощущения мышления тождественны. Не говоря уже о зависимости ощущений от состояния организма. Все это заставило Парменида вместе с пифагором, эпидоклом, эксенофаном и мелисом учить также и о ложности ощущений. Вопросы происхождения живых существ, половой жизни и эмбриологии занимали у Парменида значительное место. Что также типично для ранней натур-философии. Благодарю всех за внимание, уважаемые комрады и комрадесы. Сила в пролетарской правде.